МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда в это время мы представляем обзор новостей уходящей недели. С вами Марина Конодакова и корреспонденты программы Вести Хакасия. Первое испытание холодом в Сорский отопительный сезон начался с аварии на Котельной. И это не единственная горячая точка на коммунальной карте республики. Под уголовное преследование попал один из самых влиятельных министров правительства, глава Минсельхоза Иван Вагнер. Минобороны России не жалеет денег для Хакасии. Список объектов, которые появятся в новом военном городке, пополнился еще на 5 зданий. Просьба о помощи к федеральным властям и борьба с серыми зарплатами. Депутаты Хакасии открыли новый законотворческий сезон. Детская больница Абакана отмечает полувековой юбилей. Как лечить и не хамить, а также улучшать условия работы. Об этом мы поговорили с гостем программы, руководителем учреждения Александром Стреленко. Отопительный сезон, как всегда, приходит неожиданно, а потому начинается с проблем. На неделе стало известно о том, что в целом ряде населенных пунктов коммунальщики не совсем готовы к подаче тепла. Самое сложное положение в Сорске, и это даже не новость. Новостью было бы то, что все сети и котлы отремонтированы и работают как надо. Можно только представить, как устали местные жители от постоянных бытовых неурядиц. И как мы будем зимовать эту зиму? Сами сотрудники котельной с ужасом ждут зимы. Слов нет, одни возмущения. Жителям Сорска обещали дать тепло с 15 сентября, но прошла неделя, а батареи в квартирах холодные. Как оказалось, виной всему авария на котельной, что выглядит по меньшей мере странно. Ведь на ней был проведен капитальный ремонт, поводом для которого стала чрезвычайная ситуация зимой 2012 года, когда из-за аварии на котельной все системы могли просто перемерзнуть. Котлы заменили, а власти уверяли, теперь Сорску не страшны никакие морозы. Но как только котельная начала работу, оборудование вновь отказало. Вот как объяснили ситуацию в администрации в среду. Я думаю, что через два часа закончат работы, и через шесть часов мы уже будем готовы поднять температуру, поднимать, начинать поднимать температуру горячей воды. Однако через шесть часов теплее в квартирах не стало. На следующий день наша редакция была вынуждена обратиться за комментариями уже в Минрегионразвития. Там вновь успокоили, коммунальщики устраняют последствия аварии и делают все возможное для подачи тепла. На сегодня на утро температура на выходе из котельной 43-45 градусов. То есть подтопливаться жилой фонд начал уже сегодня ночью. Мы надеемся, что завтра к утру все будет восстановлено. Как будет на самом деле, мы обязательно проверим. Кстати, Сорск не единственный, где есть проблемы с началом отопительного сезона. Жалобы на холод поступают из Шира, Туима и Комунара. Как удалось выяснить, таежные поселки Ширинского района замерзают по вине местных властей. Сельсоветы слишком поздно провели конкурсы по передаче коммунального хозяйства новой управляющей организации. Договоры подписали только на днях. Что касается районного центра, то там отопительный сезон начнется в воскресенье. Судя по всему, администрация решила выдержать положенные пять дней среднесуточной температуры в 8 градусов. В любом случае, уверяют в Минрегион развития, недоработки местных властей будут исправлены. Обеспечение населения теплом – это полномочия глав муниципальных образований. Они несут персональную ответственность. Минрегион ситуацию мониторит. Если ситуация сложная, то мы однозначно помогаем. Сейчас происходит процесс запуска тепла. Не везде картина однородная. Я думаю, на следующей неделе уже будет точно тепло во всех домах. А вот абаканцам повезло. Отопительный сезон стартовал раньше обычного. Так что холодную погоду горожане встречают с комфортом. В том, что теплосистема будет надежна и впредь, наверное, ни у кого нет сомнений. Тем более, что на этой неделе на общественных слушаниях был принят специальный документ. На ближайшие 16 лет он определит, как должны работать энергетики во благо города. Торжественно, после публичных слушаний, передаем вам бумажным носителям схему теплоснабжения муниципального образования города Абакан. Без проволочки лишних вопросов энергетики сегодня получили ориентир работы на ближайшие 16 лет. За несколько лет у города появится не открытая, а закрытая система теплоснабжения. То есть у каждого здания должен быть свой пункт, подающий горячую воду. Так дешевле, чем сейчас подавать ресурсы СТЭЦ через весь город. Конечно, это нужно быть очень богатыми людьми, мы с вами очень богатые люди, когда используем подготовленную, полностью гигиенически, технически подготовленную воду до питьевых стандартов и, соответственно, гоняем ее в системе отопления. Ну, это, конечно, очень затратно и дорого. Поэтому законом предписывается на будущее все-таки проведение мероприятий по приготовлению горячей воды из холодной. Также прописана модернизация магистрали и ветхих внутриквартальных сетей. Сейчас это слабое место городской системы теплоснабжения. Угольным котельным также не место в новой системе. До конца года вот эту котельную в районе пятой школы закроют и переведут близлежащие дома и здания на централизованное теплоснабжение. Такова стратегия энергетиков. Закрывать мелкие источники тепла и увеличивать зону влияния Абаканская ТЭЦ. В ближайшие 8 лет ежегодно будет закрываться по одной-две котельных. Ну и главное новшество касается появления единой теплоснабжающей организации, сокращенной ЕТО. Ею, скорее всего, станет Абаканская ТЭЦ. Заявок от других организаций попросту нет. Прежде всего, новая структура важна для тех, кто решит подключить свой дом или здание к центральному отоплению. Если раньше понадобилось бы обижать ни одну инстанцию, то теперь все их заменяет ЕТО, работающая по принципу одного окна. Мы будем ответственны за это теплоснабжение. На нас ложится функция диспетчеризации теплоснабжения города Абакана. Но для того, чтобы мы стали этой организацией, нужно еще решение города. Надеемся, что город его примет. Как уверяют энергетики, создание ЕТО не отразится на тарифах и плате за техподключение строений к теплу. Эти расценки будут расти только в соответствии с уровнем инфляции. Ясно и другое. ТЭЦ все больше значит в жизни города. Недавно и перешло все теплосетевое хозяйство Абакана. А с переходом на новую схему эта компания фактически замкнула на себе все вопросы по теплу. Марина Конодакова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Одной из самых обсуждаемых новостей, пришедших из серого дома, стала отставка министра сельского хозяйства. Заявление об уходе Иван Вагнер написал в связи с тем, что против него возбудили уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. Из собственных источников нам стало известно, что следствие проверяет, как много субсидий получали сельхозпредприятия, которые принадлежат родственникам Вагнера. Как сообщают информагентства, экс-министр решил покинуть пост, чтобы взять паузу и разрядить излишне нервозную обстановку в своем ведомстве, а также не мешать следствию во всем объективно разобраться. В прошлом Иван Вагнер был главой Орджоникидзовского района. После того, как Виктор Зимин стал руководителем региона, он пригласил Вагнера на работу в правительство. Заметим, именно тогда обычно непривлекательная должность министра сельского хозяйства обрела вес. Тем более, что Вагнер также стал заместителем главы Хакасии. Сам Виктор Зимин призвал общественность не делать преждевременных выводов и дождаться результатов расследования. Сенатор от Хакасии и лидер движения «Матери России» Валентина Петренко начала сбор подписей под обращением к Организации Объединенных Наций. Акция называется «Дети имеют право на жизнь», а поводом стали события на юго-востоке Украины, где в результате военных действий гибнет мирное население. В своем обращении общественники просят генерального секретаря ООН Пан Гимуна принудить к миру конфликтующие стороны, а также организовать гуманитарные коридоры для оказания помощи пожилым людям, детям и инвалидам. Подписаться под обращением может каждый житель страны. Для этого необходимо зайти на сайт движения «Матери России». Тем временем, те жители юго-востока Украины, кто обрел убежище в Хакасии, в пятницу могли найти работу. Специально для них республиканские власти организовали ярмарку вакансий. Кто из работодателей готов принять беженцев и какие места они предлагают, смотрите далее. Владимир Ткаченко приехал в Хакасию вместе с супругой и двумя детьми. Обосновался, но накопленные средства скоро закончатся и кормить семью будет нечем. Срочно ищет работу. У себя на родине жил в городе, но сейчас готов поехать и в село. А вот Николай Герасименко в нашей республике всего две недели, но уже успел найти работу. На днях планировал устроить совместную лавку, но все равно пришел на ярмарку вакансий подыскать что-нибудь поинтереснее. В Хакасии жить нравится, жаловаться не на что. Раньше мать работала на севере, сейчас живем у ее знакомых первое время. Потом чуть попозже будем снимать квартиру. Сегодня в Хакасии проживает более 500 беженцев. Для них в республике есть 4,5 тысячи вакансий. Создан даже специальный банк рабочих мест для переселенцев. Почти половина граждан Украины с высшим образованием. Для них предложение на ведущие должности от крупных предприятий республики. Наше предприятие на ярмарке вакансий представляет как рабочие специальности, так и вакансии для инженерно-технических руководящих должностей. Работодатели готовы даже обучить за свой счет. Мы практикуем обучение, формируем конкретные группы людей уже по количеству и заключаем договоры на обучение с Черногорским горным техником. Но все же больше всего в рабочих кадрах нуждаются на селе. Острая нехватка врачей, учителей, специалистов рабочих специальностей. Самый большой дефицит рабочих рук в Вестебаканском и Бейском районах. На работу готовы взять, не задумываясь. Жилье предоставят. Мы работаем на селе по переработке продукции, производимой сельчанами. Это переработка молока и переработка мяса. У нас имеется большая потребность в специалистах данного направления. Большинство из тех, кто сегодня пришел на ярмарку, не хотят возвращаться на родину. Желают остаться в Хакасии, собираются оформить гражданство. И вот тогда можно будет претендовать на собственное жилье, в том числе и по льготным условиям. У нас сегодня практически всем, по сути, желающим дается земля. У нас все граждане России, кто не имеет жилья, на территории Хакасии могут получить лес. И, соответственно, строить начинать. У нас есть возможность получить некоторые льготные кредиты для молодежи, молодых семей, многодетных и прочих. То есть они будут пользоваться всеми теми льготами, которые есть сегодня в субъекте. Ярмарка в Акасии – не просто одноразовая акция. Организаторы без преувлечения устраивают судьбы людей. А для самих переселенцев и их детей подобные мероприятия – шанс на будущее в новом государстве. Виктор Буров, Вячеслав Булах, Вести, Хакасия, События недели. Строящийся военный городок приносит Абакану новые инвестиции от Министерства обороны. Глава ведомства Сергей Шойгу распорядился увеличить фронт работ на объекте, который и без того был беспрецедентным в истории республиканской столицы. Ведь помимо чисто военных объектов, в новом городке будет культурный центр и спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной, посещать которые смогут все жители Абакана. Скоро этот остров превратится в новую столовую для военных железнодорожной бригады. Объект стоимостью 160 миллионов рублей строители обещают сдать зимой. И это на год раньше запланированного срока. Надо было на него посмотреть, мы ее сносили. И три раза прошту, которые полы там несколько раз. Ну, объект, который, конечно, не сегодня, с него дня. Сегодня будет совершенно другая, с современными технологиями производства. Здесь пищевых продуктов, и овощехранилища, и здесь и холодильные камеры, и морозильные камеры для хранения. То есть, совершенно новый объект. В строительстве военного городка участвуют практически все крупные строительные компании Хакасии. Никогда прежде республика не получала такого большого заказа. Практически на 6 миллиардов рублей. Как осваиваются эти деньги, Сергей Шойгу проверяет уже в третий раз. На территории 20-го военного городка склонированы и ведутся работы на 77 объектах. По состоянию на 24 сентября работы ведутся в установленные сроки графика. Главный вопрос по срокам. Еще в середине лета подрядчики жаловались на волокиту со стороны заказчика, который не подготовил вовремя необходимые проектные документы, что автоматически влекло за собой задержку финансирования. Убеждать строителей в том, что нужно не только потерпеть, но и поднажать, пришлось лично Виктору Зимину. Сегодня даже намека на то, что можно не успеть, на стройплощадке нет. Уже готовы фундаменты хранилищ военной техники, а также культурно-досугового центра и бассейна. Министр обороны не скрывал гордости за будущий итог стройки. Вот здесь, вы посмотрели? Ну там рассказка. Классный, да все. Спасибо. Фундамент лучше врубил. Для министра важно, чтобы на строительстве зарабатывали именно местные компании. По его мнению, даже стройматериалы желательно искать в Хакасии, а не в других регионах. По итогам осмотра Сергей Шойгу принял решение о сносе еще пяти старых зданий. Это казармы, учебная часть и медпункт. Таким образом, стоимость проекта увеличится еще на полмиллиарда рублей. Большая часть объектов военного городка должна быть готова к 2016 году. В эфире Вести Хакасия, события недели, и мы продолжаем. В среду депутаты открыли очередной законотворческий сезон. Он обещает быть непростым. Республике предстоит решить немало проблем, в том числе финансовых. Один из вопросов как раз обсуждался на минувшей сессии. Об этих и других событиях в жизни парламента расскажет Ольга Стельмах. В Хакасии официально начался новый парламентский сезон. С первой последних каникул сессии. Ровно год в республиканском парламенте пустовали два кресла. И только лишь на этой неделе признали полномочия двух депутатов. После выборов пополнили ряды фракции «Единая Россия» Виктор Лебедев и Геннадий Цыпышев. От поздравлений к работе Хакасия рискует лишиться в следующем году миллиарда рублей. Потери никак не входили в планы республики. Конец года главный финансовый документ практически свёрстан. Однако федеральный центр повысил ставки по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения. При этом обязательства по медобслуживанию с регионов не снял. Мы увеличиваем почти на миллиард платежи за неработающее население, а при этом первичную медико-санитарную помощь, спецмедицинскую помощь, может быть вы слышали, что эти орфанные заболевания туда-сюда, это очень дорогостоящие штуки, то есть почти на полтора миллиарда остаётся платить нам. Всё равно. Сегодня депутаты подготовили обращение в Москву. Пока окончательно не распределили федеральный бюджет, у республики есть шанс получить финансовую помощь. Иначе дефицит в региональной казне в 2015 году вырастет. Парламентарии рассмотрели ещё один документ, который позволит увеличить местный бюджет. Это предложение главы Хакасии Виктора Зимина ужесточить борьбу с серыми зарплатами. Возможные поправки в закон направят в Госдуму уже в октябре. Их разработкой депутаты займутся совместно с правительством республики. Тысяч 10-12 обратившихся за последние 5 лет за установлением пенсии, оказалось, что они именно в таком ключе и получали зарплату. Не 10 или там 8 тысяч получал, а фактически 20 тысяч. А ему пенсию, пенсионный фонд уже исчисляет там условно, или Министерство социальной защиты, 6-7-8 тысяч. Из конкретных предложений ввести штраф для работодателя в размере 40% от скрытых средств, но не менее 150 тысяч рублей. Из-за теневой бухгалтерии Хакасия теряет по самым скромным почётам 10% налогов, а это сотни миллионов рублей. Бесплатные участки будут выдавать и под строительство многоэтажек. Такие поправки в закон намерены сделать депутаты Верховного совета. Изменения дают право жителям республики выбирать, построить частный дом или вложиться в квартиру. Для второго варианта необходимо объединяться в потребительские кооперативы с другими дольщиками, коллективно получить на дел. У нас где-то больше 5500 очередей. И я думаю, что вот этим законом тысячи две-полторы мы вопрос снимем. Впрочем, даже так претендовать на бесплатную землю могут лишь те категории и населения, которые уже внесены в закон. Это многодетные и малообеспеченные семьи, супружеские пары моложе 35 лет, молодые специалисты, ветераны боевых действий, а также семьи, которые имеют ребёнка-инвалида. В холле Верховного совета на две недели открылась фотовыставка. Она посвящена первому в истории Хакасии автопробегу для людей с ограниченными возможностями. Многие из путешественников впервые побывали в самых интересных местах республики, в том числе в Казановке, на Туимском провале и музее Хуртой Ахтаз. Длительное путешествие по Хакасии в его семье меняет любого человека. И, конечно, наши ребята, проехав, мы же подстроили это под праздники ещё, которые проходили у нас в Хакасии в это время, и приурочили к дню Хакасии это. Поэтому картинки очень яркие, красивые. Это действительно очень мужественные люди, очень, знаете, очень интересные люди, очень ответственные. И они очень много могут рассказать для всех, для молодёжи, для всего общества, о том, каким образом они преобладают, проблемы, которые у них возникают в связи со здоровьем. Хорошая традиция, вот эта автопробега, дай бог, чтобы это продолжалось. И по возможности мы, конечно, должны оказывать содействие, помощь вот таким началом. Спикер парламента Владимир Штыгашев на этой неделе принял участие в международной научной конференции. Она приурочена к 70-летнему юбилею со дня образования Хакасского научно-исследовательского института языка и литературы. Чтобы обменяться последними открытиями и поздравить коллег, в республику съехались ведущие учёные России, Европы, Японии, Казахстана и Китая. Председатель Верховного Совета подчеркнул важное значение работы Хакнияли для науки Хакасии и поздравил сотрудников от имени всего республиканского парламента. Абаканская детская больница исполнилась 50 лет. Дата стала поводом обсудить сегодняшнее положение дел в учреждении. Будут ли строиться новые детские поликлиники в Абакане? И стоит ли ждать уменьшения очередей к врачам? Об этом мы поговорили с исполняющим обязанности главного врача детской больницы Александром Стрелянко. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Здравствуйте. Итак, в каком настроении встречает юбилей коллектив детской больницы? Я думаю, в приподнятом настроении, потому что это большая знаковая дата события 50 лет создания больницы. Но в медицине всегда много вопросов, да, и я знаю, что для именно детской больницы Абакана один из главных – это кадровый голод. Как сейчас ситуация обстоит, как проблема эта будет решаться? Марина, кадровый голод действительно существует в больнице. Как решается? Я вот работаю 10 месяцев в исполнеем обязанности главного врача. За этот период, вот, 2014 года принял на работу 5 врачей. Сегодня укомплектованность по участковым врачам, чтобы было понимание, в принципе, я считаю, стала более-менее удовлетворительной, потому что всего из 44 участков, которые есть у нас педиатрических, отсутствует 7 врачей. Было значительно больше. Сегодня вот по некоторым поликлиникам все открытыми остаются по 2 участка. То есть это хороший показатель. Хуже ситуация по узким специалистам. Вот там нехватка более острая. Но я знаю, что у вас, по-моему, только наполовину укомплектован штат. Как вот вы справляетесь с нагрузкой и какой выход все-таки впереди? Да, это так. То есть сегодня у нас действительно укомплектованность где-то около 50 всего процентов врачебным персоналам, хотя средним повыше, где-то 67 процентов. То есть люди работают с перегрузкой. То есть при такой укомплектованности мы стараемся те задания по госпрограмме оздоровления наших детей выполнять. А для этого, конечно, врачи практически все в больнице работают более чем на одну ставку. Только вот таким, я думаю, дополнительным каким-то объемом работы сегодня мы выполняем вот те необходимые наши сегодня объемные показатели. Какие последствия вот такой большой нагрузки на специалистов? Ну, это и сегодня, я понимаю, чрезмерная утомляемость. Возможно, где-то какая-то раздражительность. Возможно, часть жалоб, когда пишут на нас население, что не так внимательно относимся, не успеваем там поговорить. То есть это связано с большими перегрузками. Чтобы было понимание, это же ситуация не сегодняшнего дня, она длится уже годами. И поэтому, естественно, вот этот, так скажем, не реализованный потенциал, который сегодня вот есть годами накапливается, вот он сегодня как-то так проявляется. Ну и сегодня несколько отношений изменилось население к медицинскому персоналу. То есть люди сегодня не хотят видеть явных перегрузок, не хотят понимать проблем, которые есть в здравоохранении. Они хотят получить достойную медицинскую помощь, и их не интересуют наши проблемы. Это плохо. Я считаю, что надо просто чаще, видимо, встречаться руководителям органов здравоохранения и лечебных учреждений за какими-то круглыми столами с населением, чтобы люди вообще понимали ситуацию, какая сегодня есть в здравоохранении. Но согласитесь, больных тоже можно понять, особенно вот мам с детьми, да, ведь это же ребенок. И как им тоже воспринимать, когда врач грубит, или он раздражен, или он равнодушен? Нет, безусловно, ни по поводу раздражения, ни по поводу грубости, безусловно, никаких обсуждений не может. Вот по поводу утомляемости врача, и второе, не столько утомляемости, можно сказать, а сколько по отсутствию врача. Хорошо было понимание, вот у нас в городе Абакане на сегодня в детской больнице работает один лор-врач, потолеренерголог, а их должно быть пять, то есть в каждой поликлинике должен. Учитывая, что у нас 40 тысяч детского населения в городе Абакане приписано для наблюдения, то сегодня, понимаете, физически одному доктору вот так, вот такие объемы делать практически невозможно. И по многим специалистам, то есть было бы, чтобы понимание, офтальмологов должно шесть, а работа их два. Вот и поэтому сегодня, понятно, возникают очереди, то есть врачи, конечно, работают с полной нагрузкой, с перегрузкой, но дело в том, что очереди мы не можем при таком количестве ликвидировать. Естественно, любая очередь вызывает какое-то недовольство со стороны родителей. Должно быть пять врачей, да, Лора, всего один. В таких же условиях невозможно работать. Какой выход все-таки? Что вы делаете? Что предпринимает Минздрав? Что на будущее планируется? Я думаю, Марина, в соответствии с планами нашего Министерства здравоохранения ежегодно осуществляется плановый набор целевиков. И он действительно достаточно большой. Это ежегодно поступает с нашей республики именно на целевые места около 50 детей, выпускников школ. Ну и я думаю, по прошествии шести лет обучения они практически ежегодно подъезжают. Но мы еще не забываем часть тех детей, которые поступают сами, не целевики. И поэтому приток врачей, ну вот за последние, наверное, года 3-4, так скажу, порядка около 100 ежегодно приезжает врачей в республику. Дело в том, что педиатров приезжает всегда значительно меньше, чем врачей, окончивших лечебный факультет. И поэтому с педиатрами есть вот такие сложности. То есть нам просто остается ждать, когда... Нет, мы, я думаю, совместно, Марина, с Минздравом активно действуем. В каком плане? Что сегодня мы... Понятие есть такое ярмарки-вакансии в различных медицинских вузах, которые начинаются с осени. То есть туда приезжают представители различных территорий и выступают перед студентами. И пытаются, ну, объяснить перспективы развития службы здравоохранения в том или ином регионе. И этим пользуется активно Министерство здравоохранения и ряд наших главных врачей. И это дает свои результаты. То есть сегодня по селу достаточно высокоукомплектованность пошла. По многим взрослым больницам, по республиканской больнице, я знаю, хороший поток кадров приходит. Я думаю, что ситуация наладится и здесь. Так, мы о кадрах поговорили. Хотелось бы поговорить об условиях работы. Да, вот построили новую поликлинику по Кате Перекрещенко детскую. Как решается вопрос и решается ли со строительством нового помещения для поликлиники по улице Гагарина? Там совершенно невозможно. И родители уже годами жалуются на условия вот той детской поликлиники. Ну, я тут разговаривал просто в преддверии нашего 50-летия больницы с пациентами. Там заходила ко мне одна бабушка. Она и сказала, говорит, мне как раз поликлиника на Гагарина нравится. Она говорит, такая какая-то, говорит, уютная по-домашнему. Там все просто, один этаж, суеты никакой нет. То есть все по-разному это воспринимают. Хотя я как врач понимаю, что все-таки располагать лечебные медицинские учреждения в жилых домах на первых этажах, это, конечно, неправильно. Но по поводу будущего строительства. Вот сейчас большое строительство наше правительство ведет по поводу перинатального центра. И вот следующим шагом, я понимаю, главу республики, нашего министра, по окончанию строительства перинатального центра уже принято решение о строительстве республиканской детской больницы, которой у нас сегодня нет. То есть это будет большое учреждение, я предварительно думаю, что кое-к на 250 стационар, в том числе, ну то, что вы называете поликлиникой в той части города, а это, скорее всего, номер консультативно-диагностический центр, я вижу так. То есть там будут располагаться все узкие специалисты, куда лабораторная служба, диагностическая служба, эндоскопическая, рентгенологическая, куда мать пришла с ребенком, я так себе представляю. И при необходимости обследования можно в течение суток все в одном месте пройти и получить результат. Вот это, так скажем, на базе будущей республиканской детской больницы, возможно, будет создан вот такой диагностический центр. То, что заменит современную поликлинику. Ну и напоследок, Александр Анатольевич, что еще хорошего нам ждать от работы наших педиатров? Планы на будущее раскройте. Планы на будущее. Вот я вчера планычную планерку проводил в больнице. Хочу сказать, чтобы население города представляло, что сегодня у нас стационарно 136 коек. В результате мы на этих койках более 3,5 тысяч детей пролечиваем. Это по стационару. Более 42 тысяч исследований мы делаем различных. Эндоскопических, лабораторных, рентгенологических. Я думаю, что с перспективой у нас есть большое дошкольно-школьное отделение, чтобы было понимание. У нас очень много детей посещают. Сады, школы, вузы, где сегодня мы их наблюдаем. И вот сегодня, я думаю, что планы развития будут наши строиться полностью соответствующие с притоком кадров. Вот сегодня диагностическую базу, я думаю, мы имеем хорошую. Лечебную базу имеем хорошую. Просто пока площадей не хватает. Придут новые кадры. Я думаю, что задача, которую Министерство здравоохранения ставит перед нами, развить в будущее республиканской больницы, мы все выполним. То есть это будет у нас детская хирургия своя, детская урология, детская травматология, детская лор-служба. То есть я думаю, что такие планы нас ожидают и жители города. Главное, чтобы хирурги, травматологи, лоры все к нам приехали работать. Я думаю, так будет. Ну что ж, пусть эти планы сбудутся. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. У Хакасии есть своя олимпийская надежда. Это две самых сильных спортсменки республики. Татьяна Зырянова и Наталья Малышева. Встреча с ними прошла в Министерстве спорта в среду. Татьяна Зырянова стала чемпионкой России в борьбе на поясах. Наталья Малышева – чемпионка мира и Европы по женской вольной борьбе среди юниоров. Столь значимого повода для гордости у республиканской школы борьбы не было давно. Не случайно Минспорта возлагает на Малышеву амбициозные планы. Ни много ни мало попасть на летние Олимпийские игры 16-го года в Рио-де-Жанейро. Для спортсменки и ее тренера создаются все условия. Так что главное зависит от самой чемпионки. Это воля к победе. Старший тренер, когда пригласил меня на сбор, ну это уже два года назад было, он меня пригласил на сбор. И когда я стала третьей на Кубке России, и там было выбирать либо я, либо еще одна девочка. И вызвали меня. Ну конечно ему спасибо за то, что он позвал. И наверное у меня есть перспективы и нужно к этому стремиться. Самый яркий праздник осени прошел в Абакане накануне. Уртун-Той вновь собрал на ипподроме жителей и гостей столицы со всей республики. Выставки овощей и плодов, концерты, а также конные скачки. Программа праздника традиционна, но все так же богата на сюрпризы. На празднике Уртун-Той даже овощная ярмарка с национальным колоритом. Вот этот шаман, например, сделан из обычных кабачков. Поделка по заверению мастеров имеет магическую силу. Шаман это символ Хакасии. К нему всегда обращаются за помощью, можно сказать. Он общается с духами, взывая их, помогает людям в урожае, чтобы справиться с болезнями, чтобы урожай был. Уртун-Той – это еще и уникальная возможность попробовать хакасскую кухню. Традиционный талган, айран, соленую кашу потхе, кровяную колбасу хан. Кусить экзотические блюда приехали даже иностранные гости. Что меня особенно заинтересовало, мне очень понравилось, что вы сохраняете культурные традиции. И для меня, как археолога, очень интересна эта связь прошлого и настоящего. Осень для хакасов – не только пора сбора урожая. Это самое желанное время для бракосочетания. Молодожены съехались со всех районов республики, чтобы сыграть традиционную хакасскую свадьбу с обрядом кормления огня. А многие гости приехали только для того, чтобы своими глазами увидеть конные скачки, без которых невозможно представить хакасскую культуру. Одновременно с праздником состоялся финал Большого Сибирского круга. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Нашу программу вы также можете посмотреть на сайте вестихакасия.рф. Всего вам самого доброго и увидимся в следующее воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok